Всем привет, друзья! Меня зовут Станислав Морозов и это долгожданный новостной блог. Я смотрю последние пару выпусков тюремного характера, людям, значит, не зашли. Люди не хотят знать, как заходить, значит, в пресс-хату, как не нужно себя ввести в тюрьме, и с чего не нужно говорить. А, кстати, зря, зря. Особенно россияне, которые меня смотрят, да, это абсолютное большинство, в России неплохо было бы знать. В России никто не застрахован от тюрьмы, и от тюрьмы никто не зарекается. На самом деле, напомню, для чего я снимал эти выпуски. Это я снимал в преддверии выхода моего сериала Капо, который выйдет уже в следующий понедельник, поэтому, конечно же, не пропустите. Снимали мы его полтора года. Кто не знает, сериал посвящен, точнее, поднимает такую острую тему, а конкретно тему пыток в российских колониях, пытки со стороны сотрудников СИН и МВД. Ну, раз про тюрьму пока никто не хочет говорить, да, давайте пробежимся по новостям, по которым я соскучился. Значит, открываю я, как всегда, на телефоне браузер опера, и у меня тут вылазит различного рода желтуха. Вот давайте ее сегодня и разберем. Значит, сегодня у нас будет темой относительно того, что Альянс готовится к войне с Россией, значит, и Казахстан готовится к войне с Россией, и, мать ее, мобилизация, да, ну, там я статью нашел, мне самому интересно, чего же будет, да, вроде сегодня уже 12 число, а вроде как обещали мобилизацию 11. Ну, давайте приступим. В общем, первая статья у нас от издания утро.ру. Альянс готов к сражению. НАТО послало России однозначный сигнал. Ну, давайте же почитаем. Я обычно эти статьи не открываю, но, говорю, раз уж так, ради громких заголовков, давайте разберем, что же пишет российская желтуха. Западные страны решили не медлить. Северо-Атлантический Альянс в следующем году проведет крупнейшие совместные командные учения стран со времен Холодной войны. Ожидается, что в них будут принимать участие порядка 41 тысячи военных и более 50 кораблей. Основная цель маневра подготовится к отражению российской атаки. А, ну это, в принципе, статья-то небольшая, но зато громкий заголовок. Ладно, я тоже заголовками, да, не брезгую. Я не знаю даже, как назову этот выпуск. Так, я, правда, не понимаю, почему здесь послало однозначный сигнал. Короче, НАТО будет просто проводить учения, но нужно было как-то завирусить эту новость. И что у нас здесь? Значит, учения получили название «Стойкий защитник». Образ предлагаемого противника строили на основе модели управления войсками России, которые получили на фоне украинского конфликта. Ну, понятно. Ладно, и так, для разогрева новость мы прошли. Давайте к следующей новости уже Казахстану. В общем, новость звучит следующая. Так, это у нас пишет EID. «В Казахстане призывают готовиться к войне с Россией». Вообще, что в Казахстане происходит, мне... Блин, я даже не знаю, как бы здесь никого не дискредитировать и не фейки, да, не распространять. Ну, я думаю, видели уже видео, как еще с началом мобилизации все вот эти вот патриоты, которые клеили себе буквы «З» и вешали георгиевские ленты на границах с Казахстаном и с другими странами. С радостью их срывали. Уже что-то патриотизмом от них там и дух-то не осталось. Вот, и тут на днях появилось видео, где мужик просто из баллончика закрашивает букву «З». Так вот, в общем, статью я пробежался по ней, потому что она, смотрю, длинная. В общем, тут говорится о том, что, конечно, в Казахстане искусственным образом навязываются, значит, всякие там русофобные идеологии. То, что это все, значит, Запад, конечно же, проклятый, специально вкладывает огромные деньги в развитие вот этих вот, да, и как разрастание этих русофобских настроений. Тут, значит, говорят о том, что… Так, где здесь? Вот, в общем, тут на какой-то закон они опираются. Ну ладно, тут, в общем, приводится в пример там слова какого-то журналиста. Вот это вот интересно, давайте почитаем. «Не только путинская жажда власти превратила Россию в авторитарное, агрессивное воинственное государство, но и империалистические, шевинистические мышления российского народа». Я не буду говорить, согласен ли я конкретно с автором этой статьи, поскольку опасно об этом в России говорить, но даже судя из того окружения, в котором я раньше был и общался, действительно у многих слишком зашкаливают идеи вот эти, хотел сказать бредовые, на всякий случай не буду. В общем, вот эти вот идеи, да, фанатизма доведенные о Российской империи и о том, что все кругом пидорасы конченые и никто не понимает наших ценностей, поэтому давайте к нам сюда царя. Поэтому здесь я с автором, наверное, соглашусь. Желание Путина сохранить русскоязычие в независимых постсоветских республиках в определенной степени удовлетворяло шевнистическое стремление русского народа. Промолчим, промолчим, пишите в комментариях. В общем, ярким проявлением этого является концепция русского мира, которую воспевает Путин. Украинцы родственный народ того же славянского происхождения, что и русский, но украинцы предпочли не родство, а демократическое развитие. Таким образом, уход братского народа из объятий Советского Союза был пересечением красной линии путинского национализма. Тут я соглашусь, потому что ведь значительная часть, действительно, да, и что самое страшное, даже молодых людей, которые поддерживают некоторые идеи, да, современной путинской власти относительно того, что давайте возвращать территорию, Россия территорию не только Советского Союза, но еще и Российской империи, они действительно набирают обороты. И люди действительно верят в то, что на тех, да, постсоветских и постимперских сейчас территориях люди живут, да, только ждут, когда же Россия придет, да, спасет их. Но нет, мы видим, да, что и в Казахстане, и в Украине, и в других странах не особо-то желают Россию видеть, особенно после вот последних, да, событий. Если бы в России была твердая уверенность в том, что она добьется своей цели, развязав войну против Казахстана, война бы давно уже началась, потому что России очень легко найти предлог, чтобы начать такую войну. Поднять флаг патриотизма внутри, сепаратизма внутри Казахстана, потопить его в крови собственными руками, потом скандировать, что русские умирают. Я еще давно говорил, да, что при желании, конечно же, ну, практически то же самое, я говорил, что при желании русские могут найти ущемленных русских где угодно, даже в самых далеких там африканских племенах диких, которые еще от цивилизации не знают. Можно и там русских найти, которых ущемляют, и, конечно же, пойти их освобождать и спасать. В общем, прежде всего, если Россия начнет агрессию, она столкнется с ожесточенным сопротивлением казахского народа. Но Россия может легко оккупировать обрусевшие регионы Казахстана, если она сочтет нужным, то может ввести войска даже в Астану. Но если это произойдет, казахи, составляющие 80% населения Казахстана, соберутся под одним знаменем независимости и территориальной целостности и будут драться до последнего. Известно, что у многих людей есть сомнения, присоединятся ли обрусевшие казахи без независимости. Не сомневайтесь, насчет этого война пробудет казахский национальный дух. Война между Казахстаном и Россией приобретет национально-религиозный характер. Войну будет вести к коллице демократических национальных и религиозных сил. В ней примут участие добровольцы Турана, добровольцы Ислама. Война против Казахстана разошет огонь исторического реванша стран, где во время российских вторжений были репрессированы и безвинно убиты многие миллионы людей. Напоминаю тем товарищам-майорам, которые меня смотрят, и тем стукачам, которые любят писать на меня доносы, которым хорошим будет хлебальники набить, когда в России это изменится, да, ситуация. Я читаю статью, причем, да, на российском портале, и читаю какого-то там казахского блогера. Согласен я с ним или нет, это вас волновать не должно, дурачки. Самая главная причина, по которой Россия не может начать войну против Казахстана, это война приведет к объединению всех тюрков. Война против Казахстана будет войной против независимости тюркских государств Средней Азии. Это приведет к объединению всех тюркских народов под руководством политических элит, власти и народ Турции к этому полностью готовы. Напомню, что турки уже с Азербайджаном там готовят, да, жару на Горном Карабахе. В общем, ладно, статья вот такая вот, и, конечно же, все заканчивается опять статьей тем, что это все проклятая Америка подогревает намеренно, да, вот эти вот сепаратические настроения внутри Казахстана. Кстати, напомню, да, что Такаев не поддержал специальную военную операцию, и поддержка специальной военной операции в Казахстане является уголовно преследуемым, да, деянием. Поэтому, кто собирается в Казахстан, то, блин, особенно с буквами Z и георгиевскими лентами, вы как-нибудь там, да, ну, хотя бы голову включайте, если соберетесь туда приехать. А тут также в этой статье заканчивается тем, что, конечно же, тут все ссылается там на сценарий украинского Майдана, что там хотят провести, но я напоминаю, что я не могу этого отрицать, да, может быть, так оно и есть, но что-то мне кажется, что просто с Россией многие постсоветские страны дружить не хотят, и на то есть объективные причины, и дело тут не в американцах, и не в искусственных, там, как они называют, да, в искусственных Майданах, а просто, друзья, со временем, да, некоторые уходят, это нужно признать, а силой друзей не вернешь. Ладно, друзья, причем, перед тем, как мы вернемся, точнее, перейдем к следующей новости уже о мобилизации, да, я бы хотел тут остановиться на одном вопросе, точнее, остановимся на рубрике «Черный список». Да, у нас уже давно не было на канале, но тут у меня снова, да, среди заказчиков появилась одна компания, называется «Строительная бригада» у Павла, которые просто, ну, какие-то странные, и таких странных я еще вообще не встречал. Дело в том, что, какого еще, 10 сентября, да, получается, позавчера у меня заказали ролик, я им сделал, там, ну, вкратце, там, это 30-секундный, то есть, в такую вот демку я сделал, давайте сейчас посмотрим. А вы решили построить... Ну, и скинул, соответственно, демо-версию вот с этими водяными знаками в самом херовом качестве, в 240, да, ну, и стал ждать оплаты, чтобы потом скинуть в хорошем качестве. В общем, здесь вот, кому интересно, прочитайте переписку. Сначала я скинул, там, Сбербанк, вот, некий Алексей от этой бригады говорит, что нет ли Тинькова, потом я нашел карту Тинькова, вот, и так нет и нету, да, вчера я созвонился с этим самым Павлом, он говорит, ладно, а какие гарантии, если я плачу, и вы мне там, да, не пришлете ролик-то, вот, я ему через ОБС записываю, говорю, что вот у меня есть вот этот файл в хорошем качестве, без знаков, вам осталось только оплатить, я вам этот файл скину, и он начал мне игнорить. Сегодня я ему написал, говорю, как там с оплатой, игнорит, этот Алексей меня тоже игнорит, ну что ж, поэтому добро пожаловать в черный список. В общем, вот их строительная бригада Павла, да, если уж, причем ролик стоил всего 3000 рублей, представьте, 30-ти секундный анимационный ролик, это вообще халява. Если у них, да, там, там, они зажопили 3000 рублей, то я вот 10 раз подумать, обращаться ли в эту компанию, да, в Белгороде. И более того, знаете, я не знаю, насколько нужно не уважать своих клиентов или потенциальных клиентов, чтобы залить в свой жар паблик основной. Представьте этот ворованный демо-ролик в самом говенном качестве, с большими буквами демо-версия. Вот вы бы стали обращаться в такую компанию строительную, да, или к такой строительной бригаде, напишите в комментариях, у которых на главной странице последняя запись просто, ну, видно, неоплаченная версия даже ролика. Вот, что там говорить, я не знаю, там, возможно, у них инструменты какие-нибудь самые там дедовские, да, я не знаю, как они работают. В общем, ни за что не обращайтесь в строительную бригаду Павла из Белгорода. Кто меня смотрит, передайте эту информацию своим друзьям и знакомым. В общем, но мы едем дальше. В общем, Павел, Алексей, привет вам. Ну и что ж, самое интересное. Вот эту вот статью я еще не читал, потому что оставил на самом последок. Мне ее интересно разобрать вместе с вами. Должна начаться 25-го, 30-го сентября. Россияне начали получать сообщение о второй волне мобилизации. Мы тут даже СМИ немножко поспорили. Они говорят, ну все, 100% будет мобилизация. Я, в принципе, и не сомневаюсь, что она будет. Она, в принципе, и не кончалась. Но тут вроде бы на днях, да, кто-то там начал из Минобороны оправдываться. Говорит, что будет ротация, что мы заменим тех мобилизованных, которые там остались еще, да, заменим просто на контрактников, на людей, которые подписали контракт. Их более чем достаточно. И в следующем году мы заберем еще больше контрактников, поэтому мобилизации не будет. Но то, что говорит Минобороны, то, что говорит там Владимир Путин или говорят Усы Пескова, мы знаем, как к этому нужно относиться. Лично я отношусь ровно наоборот к их словам. Ну, давайте посмотрим. В общем, сообщения о предполагаемой осенней мобилизации стали активно распространяться в различных мессенджерах. Один из читателей поделился оповещением. Сообщения были разосланы через WhatsApp. В этой публикации утверждается, что все министерства, ведомства и администрация президента якобы получили поручение начать подготовку к мобилизации и до 18 августа доложить Совету Безопасности о прогрессе. А какого числа, мне стесняюсь спросить, это... А нет, вроде свежая статья. Ну ладно. Согласно сообщению, мобилизационные мероприятия должны начаться в период 25 по 30 сентября. Кроме того, в соответствии с этой информацией, 11 сентября предприятия и государственные корпорации начнут составлять списки для резерва. К 25 сентября эти списки передадут в Министерство цифрового развития и связи, и затем через госуслуги будут отправлены 1 миллион 200 тысяч повесток. Сука, я так не понимаю, как они будут учитывать, что это официальная бумажка, точнее официальная повестка. Я в госуслуги захожу раз в полгода, и то, чтобы где-нибудь там зарегистрироваться или что-нибудь оформить. Как, блядь, и почему я вообще должен пользоваться госуслугами, и представляете, еще потом будут уголовку вам вменять за то, что вам прислали вот эту вот поеботину, да, уже изменяю, что под конец матерюсь там на госуслуги, а вы не пришли там, да, куда-то, не отчитались. Я не знаю, как это будет работать, но россиянские законы, они уж такие вот, именно россиянские. Короче, из этих повесток 750 тысяч будут для уточнения данных, 450 тысяч на мобилизацию. При этом ожидается, что из 450 тысяч мобилизованных примерно 45-50 тысяч не пройдут медкомиссии, указанных в публикации. Официального подтверждения данной информации нет, в госдуре отрицают необходимость новой волны мобилизации. Ну, опять же, да, говорю, официальной версии нет, уже целый год мы слышим про новую вторую волну мобилизации, но пока что все, слава богу, уже, да, будем смотреть, как... Возможно, подтвердятся эти, да, слухи или, не знаю, там какие-то данные неподтвержденные. Будем смотреть и будем следить. В общем, друзья, у меня там все. Следите, да, за сериалом Капа. Обязательно подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Нажмите на колокольчик под видео и скоро увидимся.